Дорогие соотечественники! Так получилось, что в ночь с 13 на 14 апреля Народ так и не понял, что мы все находились где-то на грани Третьей мировой войны Народ кто выпивал, кто гулял, кто отсыпался, были праздники Но народ так в основном ничего и не понял О чем это говорит? Это говорит о том, что люди перестали верить прессе, перестали верить телевидению Что бы на самом деле в этом мире не происходило, веры нет Кто-то из мудрецов сказал так Если мы видим какую-либо нелепость, то за ней обязательно скрываются Или глупость, или вранье А мы от себя добавим Что за этой кажущейся нелепостью всегда скрывается Или наша собственная глупость тех, кто уверовал в это вранье И тех мошенников, которые это вранье пустили в оборот Мы живем в эпоху постправды Уже было две передачи с министром обороны бывшим Гайчуком Исключительно достойный человек И значит, он военный, он человек, знающий всю эту прекрасную среду А вторая передача у нас была с великолепным историком, с ректором Ирима И вот сейчас мы решили, что кроме Гайчука и Бенюка, ректора Ирима, мы пригласим третьего персонажа Который также понимает лучше других в том, что происходит в этом мире постправды То есть в мире тотальной лжи А люди как бы пролохали, проспали Или на самом деле беда в том, что мы не осознаем, что мы все творим Одни враньем занимаются, а другие верят в это Ну, во-первых, удар наносили три страны Которые обладают, входят в пятерку стран, которые имеют наиболее крупный военный потенциал Это США, Франция и Великобритания Обе, три страны имеют ядерное оружие Три страны имеют стратегическую составляющую Все члены Совета Безопасности Да, все члены Совета Безопасности Все имеют и морскую составляющую, ядерную, и воздушную, и наземную То есть имеют полный арсенал В Сирии находилась страна, я имею в виду Россия, которая имеет второй в мире военный потенциал Поэтому интересы их там разошлись Кстати, все четыре страны, хочу напомнить Являются победителями той самой коалиции во Второй мировой войне Да, да, да Это как раз США, Великобритания, Франция, может, в меньшей мере И Советский Союз И давай напомним тех, кто основал ООН, фактически Да, отшие основатели Как будущий гарант того, что никогда у нас больше не будет Бойни не будет Того, о чем ты говорил Кстати, еще один персонаж Мы тут можем вспомнить Рузвельта, можем Черчилля вспомнить, генерала Деголя, соответственно Сталина Но был еще один персонаж, Чан Кайши Ведь в конференции в Каире Он не участвовал Китай Китай участвовал Китай участвовал, а потом Черчилль его Это понятно, что оттеснил Но, тем не менее, Китай тоже относится к тем странам, которые внесли большой вклад Они с японцами, в основном, воевали И вот давай посмотрим, что сейчас в мире У тебя не создается впечатление, что в этих разборках Трамп напоминает как бы пахан Вокруг него эти все шестерки, бегунки И он смотрит, какие-то мужики там на нарах что-то зашевелились Русские, китайцы Вот сейчас в шоссе к ним Пакистан, Индия примкнули И когда пахан чувствует, что он в зоне теряет авторитет, он начинает истерить И вот когда, помнишь, что перед передачей мне напомянул, что сначала надо бить своих, чтобы чужие Помнишь, когда он с Макрона взял и страхнул эту перхотинку Что ты видишь за этим? Вот моя картина не слишком, опять же, искажает Есть сходство? Да, есть, конечно, сходство Как бы это бывает и в природе, когда есть альфа-самец в стадии И молодые подрастают Ты Кедми имеешь в виду? И пытаются, да Я Кедми сказал, что он альфа-самец, пытается горем защитить Сейчас действительно, вот ты говорил о Китае, да Дело в том, что Китай действительно являлся победителем в втором мировой войне Но прошел очень длительный период, пока Китай стал сверхдержавой И сегодня он же все чаще и чаще претендует на первые роли, да У него есть армия, у него есть очень мощный потенциал У него есть экономика мощная Невероятно сильная экономика Невероятно сильная С сумасшедшей покупательской способностью У него есть также Огромная страна и огромный интеллектуальный потенциал И имеет два смысла того, что у него и те технологии очень сильно развиты Несмотря на то, что они закрыты И они все чаще и чаще о международной арене заявляют о себе Естественно, я думаю, что даже больше это было направлено не в сторону России А даже больше в сторону Китая Это предупреждение Китай там тоже присутствует своим флотом И тоже его позиция не сходится с позицией Вашингтона Это предупреждение Китая Вот мы, дескать, поломаем сейчас Россию, а потом возьмемся якобы за тебя Как с Ким Ченым В этом есть, да Вот Китай начал подрастать И тоже, конечно, ему послано такое послание Там есть спор на Ближнем Востоке, кто будет играть первые скрипки Это вместе с Иран, и Саудовской Аравией, и Эмиратом То есть там целая каша интересов, да, завязана Вот, поэтому я думаю, что... То есть монополярный мир рушится не как раньше было Два полюса, потом стал один После развала А теперь мы наблюдаем на самом деле Целое созвездие полюсов Ну да, да, есть, есть, да Вон их сколько? Но он очень сложный, этот монополярный мир Потому что там очень пересекаются разные интересы Это все очень непросто Но о том, что этот монополярный мир рухнет Говорил еще патриарх дипломатии мировой Это Примаков Евгений Была голова То самый, кто завернул самолет Да, да, да То самый, кто вытащил в конце 90-х годов в России из ямы Да, да Вот, поэтому, что сказать? Да, но хочу тут отметить, что я снимаю шляпу перед военными Ударить по Сирии три страны С крупнейшим ядерным панциалом Ударили по Сирии ста ракетами И никого не убили, никуда не попали И это дало возможность всем выйти с красивым лицом Одни сказали, что сбили половину в 70% ракет Другие сказали, что ракеты куда-то попали Но никто не знает куда Третьи ракеты повезли на обследование Кто-то говорил о Твиттере о умных ракетах Трамп сохранил лицо То есть сохранил лицо все Да И здесь я, конечно, снимаю шляпу перед военными Потому что, знаешь, Виктор, в свои 19 лет я был участником такого конфликта В Персидском заливе Тогда, если помнишь, была иранская революция И захватили посольство США в Тегеране Там 200 дней Да, крутые разборки были Удерживали и так далее И тогда, вот в ответ на это была придвинута вся военно-морская мощь Штатов было брошено, так сказать, в Персидский залив Советский Союз бросил свои соединения Я был на головной по атомной подвесе Напряженка возросла невероятно Да, да, да Но тогда вопрос решался не ударами Тогда просто ехал Киссинджер, договаривался То есть вопрос решающий в ночном дипломатии Мы уже выясняли Если Брежнев против этого, то мы, конечно, воевать не будем Но будем каким-то образом после Вьетнама После тогда Афганистана только Лицо надо было сохранять Лицо надо было сохранять, но надо было договариваться Почему? Я считаю, что это очень хорошо Многие с этим могут поспорить Но это очень хорошо Что отношения с Россией и Соединенных Штатов Америки Пришли к тому, к чему они должны прийти Естественно Да, естественно Эти две страны, они, конечно, конкурируют в мире И они должны определить и разделить эти все красные линии Для нашего же блага Маленьких стран, которые могут попасть в этот молох Но пока они этого не сделали Когда проводилась политика в 80-е, 90-е Ненормальная, я считаю, политика Когда в России был, скажем так, мягко говоря, беспорядок И внешней политики не было Американцы привыкли, что они могут делать все, что хотят Как хотят И это все будет поддерживать И это было очень удобно Нет, это было очень удобно и комфортно, безусловно И они к этому привыкли И, конечно, когда россияне вдруг сказали Знаете, а мы дальше так не хотим А как же так не хотим Ну вот теперь докажите, что вы можете Не только словами, но и на деле доказать, что так нельзя Вот сейчас посмотрим, что с этого всего выйдет Поэтому, но здесь, вот многие люди Вот ты сказал в начале передачи, очень здорово, что люди не знали Слава Богу, что люди не знали Потому что будут, так сказать, большие волнения Но многие люди, кто смотрел телевизор Кто понимал суть происходящего Они переживали Но здесь наступает уже, значит, очередь военных Так вот, я почему упомнил о том, что я участвовал в этом конфликте Я помню великолепно Насколько трепетно военные относятся к такому состоянию И насколько они уважительны друг к другу Да, да, и здесь между сверхдержавами наступает первый принцип Мы можем сколько угодно там Как бы разбомбить, убить, угробить Каких-то вторых, третьих стран Угрожать и так далее Но, Боже, упаси, серьезно зацепить друг друга Потому что это может привести к эскалации Неконтролируемой эскалации между двумя державами После которой наступит Знаете, как говорят Это ООН может объявить конец света Вот есть несколько человек у нас в мире Которые могут объявить конец света Имеет право Имеет право объявить, выключить свет Знаете, вот в этом самом То есть у него есть потенциал, который может разрушить весь мир Поэтому всегда очень осторожно относятся к этому И я очень рад, потому что мы немножко Последние 20 лет разбаловались Конечно Да, и вот это вот, значит, уже как бы притупилось Да, можно и это, можно и то Можно ударить, можно выставить Можно трепаться, оскорблять Раньше такого себе сверхдержавы не позволяли Раньше сверхдержавы никогда себе не позволяли Обвинять кого-то в чем-то голословно Если ты помнишь знаменитые кадры из фильмов Даже по сценариям Юлиана Семенова Да, когда брали агента Трианона в Москве Какая была операция заготовлена Участвовали сотни людей Почему? Глава России советских спецслужб объяснил Если мы в чем-то, хоть что-то проколемся Нас не поймут Интересно, кто-то интересовался тем, поймут их или нет С делом Скрипалей Или с провокацией устроенной Даже никого не знаю Любой нормальный человек понимает, что провокация Скрипалями Или провокация в спектакле В Думе, в Российской Думе Больше всего, кому был не нужен Так это Путину Накануне, во время его выборов И накануне чемпионата мира по футболу На который затрачены сумасшедшие средства И не нужен был Асаду Который успешно завершает военную операцию в Сирии Зачем ему это нужно? Он уже имел опыт Саддама Хусейна знал Для него Вот он в шаг от победы И чтобы не дай бог применить что-то химическое Это же бред Там разные говорят Там говорят, что могли там еще быть иранцы И чтобы затянуть Россию И так далее Я думаю, что это бред Это нормальная инсценировка Где люди, которые ее устроились Сказали А нам не нужны доказательства А зачем они? ООН, международные организации Хайли Лайки Мы сказали Вот это так, это так И самое страшное Знаешь, в чем? В том, что обыватель На Западе в это верит Еще как? В это верит И никакие доводы Я беседую с своими коллегами Журналистами Мне говорят, ну как? Сказал, что умные ребята Не, не, я говорю, ну понимаешь, говорю С точки зрения кому-то выгодно Ну никак не лезет эта версия Зомби Зомбированные Нет, понимаешь, он это сделал Чтобы Просто он злодей Он злодей И он хотел доказать Всему миру Что вот я и это могу Я говорю, а зачем ему это? Смысл Смысл какой? Смысл наоборот, говорю Есть тем, кто Кто из этого извлек дивиденды Или пытался это сделать Пытался извлечь дивиденды Поэтому я говорю, что вот Ситуация здесь И одновременно, на мой взгляд И трагичная Но и одновременно, на мой взгляд Она говорит о том, что Сверхдержавы стали более осторожны В размахивании дубинками И это очень хорошо Это очень хорошо То есть все-таки события в Сирии Отрезвили очень многие Да, во-первых Во-вторых, это очень хорошо С точки зрения нашей истории Если ты помнишь знаменитое высказывание Недавнее, да Короля Иордании Что если в Сирии Все, не получится договориться По мирному решить конфликт, да А он ясно, что у него есть Такой один выход Мирный путь, да Когда конфликтующие в Сирии Стороны сядут И выработают свое виднее будущее Неважно С Асадом, без Асада Но выработать в том Какое будет будущее Сирия Да Она будет разделена Не разделена Какое Какие там будут Дело не в Асаде Дело судьбе страны Система сдержек противовеса Которая позволит что-то сохранить Сохранить там мир Главный мир Может быть даже не всю Сирию А мир Вот Поэтому здесь вот Наступила такая ситуация Когда люди должны Или подойти к этому К этому решению Или пойти дальше по эскалации Если идти дальше по эскалации А о ней сказал Король Иордании Который довольно-таки серьезный человек И очень мудрый С большим опытом Он не Жириновский Он и не Трамп Любитель Твиттера И так далее Он очень такой серьезный человек Потому что он живет всю жизнь В котле В котле Да И он знает сколько стоит Неосторожное слово Оно может стоить войны Там войны начинаются На Ближнем Востоке Чуть ли не каждый день Да И никто не знает Откуда она может прийти И как она может закончиться Лететь Поэтому когда он сказал Это что Война может следующая Возникнуть В слабом месте И это может быть Рядом с Украиной Восточная Европа Рядом с Украиной Меня немножко продернуло Я подумал А слушайте А не о нас ли это говорят Ведь здесь слабое звено Голокол звонит по нам Да То есть здесь слабое звено А учитывая что В нашей стране Очень такая непростая ситуация Да И наши власти на сегодня В Молдове В Молдове За 9 лет правления К сожалению Не пользуется Скажем так Большой любовью населения Да То ради того Чтобы Так сказать Отвлечь население От выборов Набрать очков От вопросов К власти Набрать очков Набрать очков Так далее И не знаю Они могут согласиться На что делать Нет Могут согласиться На какую-нибудь пиар-акцию Которая даже Вопреки воле Нет Я не могу Даже боже упаси Утверждать Что молдавские власти Хотят здесь войны Но они могут пойти Вот Желая угодить кому-то Одному Второму Могут начудить И потом События пойдут По такой линии Когда они станут заложниками Это ситуация Часто так бывает И этому мы видим Тысячи примеров Что может быть Вьетнамцы хотели Или афганцы Вот афганцы Они с 80-го года Да Была же Болера Бытовой скандал на кухне Часто Может закончиться У афганцев У афганцев была нормальная Мирная страна Где она и строилась Отсветала И был и король И дружность Советскому Союзу И стабильная И стабильная И строилась И люди И женщины ходили С прическами Они в чадре Как сейчас И все было вроде бы Нормально И так далее И что 28-й год войны 28 лет Что произошло с Вьетнамом Что случилось с Сирией 400 миллиардов Меня шокировало Заявление Макрона О том что он сказал После этих ударов Сказал А вот мы тут думаем Гуманитарную помощь Прослась в Сирию Он забыл как Сарказей Ливию там Разраконил Нет ты понимаешь Нет Ну посмотри Вот роль французов Да Они в качестве победителей Во второй мировой войны Скажем Оказались чисто случайно Спасибо Деголю С его Так сказать Потому что Вишинская Вишинская Франция Мы знаем На чьей стороне Ее экономика Вся она Ну мы и помним Слова Кейтеля Который когда увидел Представителя Франции В Потсдаме Он сказал Не в Потсдаме В этом день Не подписывали Он сказал Что мы им проиграли Мы этим Французам Имел ввиду Мы им проиграли Мы разве им проиграли тоже Так вот Что я хочу Сказать О роли Франции Вот у меня Такое впечатление Что вот это Вечное желание То Саркази Вот с Ливией Сейчас вот Макрон С Сирией Вот это Вечное желание Ну я бы не сказал Это грубое Не профессорское выражение Выпендриться Как-то обратить на себя Внимание Это же решение Собственных Электоральных вопросов Как и у Трампа Абсолютно Трамп же не оттого Замутил С кемчины нам Сирии Люди У него горит Задница Потому что там В Штатах Ты же знаешь Там импичментом Запахло всерьез Там много чего есть Есть такое И вот посмотри Как Разборки В бандитских Семьях Влияют На то Что творится В зоне Вот я о чем Хотел сказать Да вот это вот Беда Вы знаете Потому что Францию Мы помним Францию По таким Личностям Личностям Лидерам Как Шаль Деколь Валерий Жескар Дестен Жорж Помпиду Ширак Миттеран Чего стоило Да Такая фигура Была мощная Которому прислушивались Без которого тоже Ничего в мире Тоже не особо двигалось Да Который А в Германии Конрада Денаур Чего стоило Ну да Ну давай вспомним Даже те же Шрёдер Да И Ширак Которые сказали Бушу Что мы в твоей авантюре Ты извини парень Участвовать в Иракской Не будем Ты там тряси Не тряси Этой пробирочкой Да Но мы Это провокация Ну а сейчас Мы видим У Меркель Хватило сил Сказать Меркель мудрая женщина Мы в этом участвовать Не будем Макрону понравились Какие-то очки Понадобились Я не знаю Что он Перед электоратом Да да Он полез в это дело За что и конечно Получил Унизительное стряхивание Перкоти У папы У папы Трампа А теперь Валерий Один вопрос Вот смотри Мы проводим Сейчас такую Мысль Что чем выше Казалось бы Так на уровне Политики Геп Мы же все живем В одном мире Если где-то Начнет гореть Поверь У нас тут Мало никому Не покажется Как говорится Паны там дерутся У холопов Чубы трещат Что я хочу сказать Вот эта аналогия Которую мы сейчас Проводим То ли метафора То ли аналогия Между миром Паханов В зоне И миром Так сказать Вот таких вот Геополитических Игроков Она иногда Заставляет задуматься Что Типа Ребята Мы кому Мир на откуп дали Мы за кого Так сказать Мы кому верим Помнишь я говорил Всякая кажущаяся Нелепость Это или глупость Или вранье Но глупость Чья Тех кто верит А вранье Мошенников Виктор Понимаешь В чем проблема Запад Ты же Кроме того И журналист Я тебя Не как журналист Оценю Я тебя Прежде всего Бывалого Человека Который Прошел И военное И гражданское И экономическое Ты был Гучи всех Этих событий Меня вот Вот это твой опыт Интересует Спасибо Скажи пожалуйста Насколько Опасно Сейчас То Что в мире Мы наблюдаем Монополизацию Правды Монополизацию Истины Монополизацию Реальности Когда нам Втюхивают Всяких Бред И мы Начинаем В это верить И вот тут Нам приходит Конец Знаешь Я очень рад Что Можно снять Шляпу Американцы Молодцы Я всегда восхищался Ими умением Их отставить Свои интересы Давить Когда-то мне Сын Андрея Андреевича Громыка Он у нас выступал В ТАССЕ Он сказал Ему отец Рассказывал Что если вы Громыков Был специалист По США Он там поработал 40 лет И как бы Имел дело с ними Он ему сказал Что если вы С американцами Договорились о чем-то Без бумаги Считайте Что вас уже обманули Да и с бумагой Громыков Да и с бумагой Валера И с бумагой А если без бумаги На словах Это железно Не шагу на восток НАТО Помнишь Все было Но понимаешь Имя было выстроено Очень мудрое Очень классное И где-то Вот даже скопированное Если помнишь Советского интернационала Да Который тоже Советский Союз Использовал В своих целях Для укрепления влияния В третьем мире И так далее Система мягкой силы Где у нас Тысячи и тысячи Продвигался имидж Неправительственных организаций Которые нас убеждают Что у нас все хорошо Все прекрасно Все отлично Все такое прочее Да И вот просто в себе Как этим Сейчас вот этой мягкой силе Как она себя чувствует После вот этих вот Безапелляционных Да И вот после этих поколов Да Вот После этих действий Даже в Сирии В Ливии И так далее Останавливает Потому что когда начинаешь Человеку Пришедшему Так сказать Под впечатлением Семинара Суроса А там же только знаешь Как бы Молоденькие неврастеники Можут служить эти брени Да Вот Но когда ты начинаешь Ему говорить Что вот А зачем надо было Сделать такое Логика Какая Логика Где да Зачем надо было В принципе Может быть не самые Счастливые страны Может быть не самые Демократичные Но в принципе Жившие в мире В благосостоянии Постепенно строившие Своё общество Такое как они Его понимали В деле было Разорять И давать на откуп Каким-то Обкуренным Наркоманам Из ИГИ Аферистам Аферистам Бандитам И так далее Только ради того Чтобы американские Компании Влекли сверхприбыли Там из нефти И других вещей Ребята Помнишь знаменитое Римское правило Куи протест Кому это выгодно Так нет Самое еще другое Римское правило Мы помним Что с времен Римского права Есть такое понятие Как презумпция невиновности А здесь удары Были нанесены С делом Скрипаля Что был суд Уже названный Вынесенный приговор В думе Смотри Произошла Некая инверсия Здесь не просто Что не действует Здесь презумпция Виновности Это чудо В юристике Ну да Как бы дедушка Крылов говорит Ты виноват лишь в том Что хочется мне кушать Потому что ты существуешь Ты мне хочется мне кушать Помнишь волки и милок Хватит разговаривать Я тут рашаю И вот я сделаю Вот это вот паханское Оно разрушает полностью Потому что эти люди Сегодня выглядят дурачками Понимаешь Что они могут мне возразить Я скажу Служи Нас учили чему Свобода слова Надо доказывать Вы сами же учили Есть презумпция Невиновности Преступника может называть Только суд Нельзя Априори Никакой политик Никто Нижналист Не может назвать Человека преступником И тут комиссия ВАДов Что этого началась Помнишь ВАДов Да да абсолютно История с олимпийскими играми Когда олимпийский комитет Лег под них А потом через два дня После олимпиады Как будто что-то изменилось А теперь смотри Эта комиссия Которая сейчас работает в Сирии Проверяет как бы на местах Было использовано Химическое Не Это ее поведение Начинает напоминать ВАДу Ребят видно зажали Им сказали Ребята Не найдете доказательств Да в эпоху Тотального интернет контроля На любого человека Можно найти Стрет в шкафу У кого-то что-то не так Кто-то развелся Где-то сфоткался У кого-то любовница У кого-то и что Рычагов давления на человека Могут найти Сколько угодно Все под колпаком Все под колпаком К сожалению А мы знаем по чьим Вот Поэтому Поэтому я говорю Что вот так происходит Но это Я скажу еще Очень здорово Потому что это разрушает Вот ту ложь Которая долгие годы Выстраивалась Да под видом Что вот Это делается Ради светлых идеалов Свободы Реальность Все ставит на свои места Все таки И люди начинают Смотреть на вещи прямо А вот я Недавно был на одной телепередаче И задался вопрос Мы общались И тоже мне говорили Что вот Я привел такой Нормальный Логический вопрос Конечно на той передаче Это не могло возникнуть Потому что сама передача Существует за деньги Так сказать Понятно Гражданского общества Вот Но тем не менее Я спросил У нас 25 лет 28 лет Уже мы независимы Да Уже скоро Или 25 лет Скажешь 25 лет У нас за это время Сменилось 5 президентов Десяток правительств Наверное еще Где-то 7-8 парламентов Да И вот они менялись Но у нас были С 94-95 года Одни партнеры По развитию По лекалам которых И по советам которых Мы все делали Начиная от программы Помэнд И кончая всем Реформы Реформы Помэнд Неумными людьми Меня пытаются Люди из гражданского общества Объяснить Что все они Были неумными людьми Я с этим не согласен Потому что Невозможно Так чтобы Вот Молдаване Избирали постоянно Себе депутатов Неумных Правительство Неумное Президентов Неумных Значит дело Что-то в другом Почему На 25-м году Независимости Наша экономика Ужалась До 60% От того Что мы имели Не в самом счастливом Году СССР В 89-м 60% Куда ушли 25 лет На что И куда ушли Рабочие места Я наблюдал Визиты И куда ушли Рабочие места У нас нет Ни промышленности Ни сельского хозяйства Мы стоим С протянутой рукой Постоянно просим Каких-то подачек Я наблюдал Визит Лукашенко Лукашенко Нас смотрел Никто и не понял Его тонкого юмора Когда он сказал Ну вы тут решаете У вас же демократия Вот у меня диктатура Я видел там Вот ребята Из некоторых СМИ Накинулись Лукашенко признал Что у него диктатура Он сменялся над вами Потому что он пришел И сказал Он пришел и сказал Ребят Давайте я построю дороги У вас есть У нас есть Резинский цементный завод Один из крупнейших В регионе У нас есть Молдавский металлургический Который пользуется Арматур Есть сырье Все есть Сырье Для резинского Для производства цемента Есть песок Есть люди Что вы сидите Есть налоги Которые мы собираем И хорошие налоги Для строительства дорог Вопрос Почему Лукашенко Строит дороги А мы не строим дороги Наверное потому что У него нет партнеров По развитию И у него нет Гражданского И у него нет Тысяч дуриков Из гражданского Общества Которые убеждают Меня Что это все Что у нас происходит Это правильно И нормально Валера Еще одна маленькая Маленькая деталь В продолжение Того же Что и сказал ты У него нет Таких мудрых Учителей И смотрящих И сияющего Дома На холме Да Нет Я с тобой согласен Потому что Ту линейку Которую он предложил Сохраненных им предприятий Которые работают Дают продукцию Я не говорю И про Белаз И про Маз И про трактор Беларусь И про пищевую линейку И по удобрениям Зайдем наши магазины У нас полно сырого Молочки Из Беларуси По дорогам ездят Их троллейбусы И автобусы В сельском хозяйстве Работают их трактора На улицах катятся И грузовики А Союза давно нету А Союза давно нету А Беларусь И он совсем Я не говорю Диктатор Он диктатор Который умеет Действительно Он ругается с Путиным Когда надо Он ругается с Западом И Запад вынужден Недавно его уже признать Ну не совсем диктатор Понимаешь Типа полудиктатор Он старается поддержать Нормально Даже с нынешним руководством Украины У нее нормальные отношения То есть я понимаю Что этот человек Патриот своей страны Патриот своих интересов У нас есть такие Я бы очень хотел видеть У нас есть такие У нас человека Который будет не только таким Потому что у нас есть политики Которые хотят быть такими Да вот Патриот Но еще чтобы у них были свои полномочия Понимаешь Чтобы они могли Ну ты имеешь ввиду президента страны И я тебе скажу Что людей обескураживают Даже в Приднестровье Потому что я как-то бываю Все время здесь И у себя в Бутученах И в Приднестровье И так далее И не только В Риме на конференциях Был и в Москве Я такой вот Как ты живой человек Я ездил Общаюсь И так далее И вот Интересная реакция Жителей Приднестровья Вот меня удивил Вот этот Шифт Сдвиг Они говорят У вас хороший президент Он говорит Правильно мыслит Как бы правильно Ну с точки зрения Приднестровцев Но он же говорит Не имеет никаких полномочий Я им говорю Ребята Будем ждать Результатов выборов Потому что Если мы сделаем Очередной Майдан Можно натворить Опять Майдан Выйти на улицы Жесть парламент И всякие такие Но мы знаем Одно правило Что после всякого Майдана Власть олигархии Становится Только сильнее И сильнее Майдан Никогда не ведет К ослаблению олигархии Он ее только усиливает Украина Это нам четко доказала Да и наши события Вот Понимаешь Виктор Здесь может возникнуть вопрос Что вот Дескать мы там Говорим Что партнеры Нет Но ты согласен Что Майдан Понимаешь Это путь в преисподнюю Безусловно Безусловно Это всегда Путь в преисподнюю И зачастую его затевают Люди порядочные Из порядочных убеждений Которые хотят перемен Но потом этим постоянно Пользуются мерзавцы Ну как в этом известном изучении Я здесь хотел еще одну вещь добавить Мы здесь не говорим Что Не знаю там Русские Американцы Европейцы плохие Ничего подобного Они просто умеют Отставить свои интересы Мы же Свои интересы Так и не научились отстаивать Потому что их нужно Спокойно Нормально Цивилизованно Отстаивать Если нас что-то не устраивает Давай вспомним У нас люди сюда боятся Давай вспомним Варуи У нас боятся люди сюда Боятся Боятся Почему Всякий раз Если один сунулся Его обрубили крышу Но заметь Когда в суд подают Уже целое сообщество людей С этим уже А у нас народ вот так Тебя в правах опустили Ну так там Справедливости Судей Ну и бог с ним Вот мне кажется Вот это И в России И кстати Да везде это есть То же самое И думаю что В Армении Сейчас В Армении В Армении Любы сейчас взрывились Там все было нормально Хорошо И там не было Пять своих олигархов Которые Представителем которых Был Серж Шусян То есть люди Не умеют Законными Способами Законными способами Добиваться Своих прав И еще одно Вот смотри Я почему С ГИМПу Приводил этот пример Я говорю Те все Вот ГИМПу Иуда Такой-сякой Я говорю Ребята Кто три раза Его избирал Вы избирали Конечно Вот вы и есть Иуды Вы предали Сами себя Как кишиневцы Не понимаю Они могут говорить О том что Вам нравится Адарина Киртока Кто-то три раза Избирал Три раза На зло кому-то На зло Путину Объясни Нашим дорогим Сотечественникам И телезрителям Что лежит В основе Вот этого Странного феномена Три раза Обманывают Три раза Избирают Ну Что ты хочешь У нас Вот опять Посмотри Что у нас происходит Сейчас снова На выборах Вот представитель Либералов Господин Мунтианов Иван Чабан Хочет привезти В приморию Русофона Все Приехали Здрасте Русские виноваты На 25 Русофон Я все время смеюсь Над этим Что когда я приезжаю В Москву Мне говорят Наш молдаванин Приехал Когда я возвращаюсь Домой В Молдавию Мне говорят Он винит русофон Но в худшем случае А Джендулуй Путин Там еще не прочее Хотя я говорю Что ребята Я вас не призываю Извините меня Делать все Что говорят русские Американцы И европейцы Делайте то Что выгодно вам Потому что у них есть В России тоже И свои олигархи И свои интересы Есть они и в Штатах Есть они и в Европе Они не обязаны Заботиться о вашем государстве О вашем государстве Должны заботиться Вы Кто здесь живет И те Кого вы избираете Если человек Не отвечает Есть только один Критерий Оценки власти Благостояние Вверенного Как Христос говорил По делам Да Благостояние Время Я хочу добавить Но вот это клеймо Которое на твоем Это не печать Аллаха Это печать человека В Москве Ты его не снимешь ничем Потому что Если снять Дикторая не скрывает Не, не Подожди Валера Если снять С тебя эту печать И сказать Что ты наш местный Ты живешь здесь Тебе не до лампочки Что происходит Конечно Тогда им становится Очень плохо А у меня ничего нет Внимание Потому что Тогда ты становишься Им опасен А так проще Болиста В Москве Этот румын Этот американец Этот ЦРУ Это все просто делается Всем печати поставили на лбу Это есть Я никогда не скрывал То что я работаю в Москве Потому что К сожалению Как и многим В нашей стране Мы все родом из СССР Да Мы родом из СССР Это факт Во вторых Половине нашего населения Как и мне В 90-м году Дали родину Ногой под зад Я сказал Пшел вон Нам не твои знания Не ты Который здесь родился Ни опыт твой Ни опыт Ничего Ни желание твое Жить в стране И обустраивать Не нужно Мы здесь будем править И вот когда 25 лет Они доправились До ручки Да Теперь идет поиск виноватых Кто виноват В этом А вот вон Знаете Вот те виноваты Которые там Уехали за границу Гастарбайтеры Руши виноваты ЦРУ виновата Румыны виноваты Еще кто-то виноват Внимание Они дошли до того Я вообще у меня Как это В мозгу извилины Закоротились Оказывается Наши гастарбайтеры Которые зарабатывают Основную копейку В России Оказывается И они уже виноваты Их желательно Даже не допустить Выбором Эти идиоты Их вышибли из страны Нет ни работы Ни зарплаты Ничего И уже эти люди Которые там Зарабатывают Копейку В бюджет И все это идет Высылают Всем не содержат И все Уже они виноваты Цирк Но я не хочу Я не хочу ставить Знак равенства Между родиной Где я родился И между теми Кто делает вид Что не управляет Которых я не люблю Почему? Потому что ничего хорошего Для моей родины Они не сделали Я этим знак равенства Не ставлю У меня нет обиды На Молдавию Потому что Молдавия Это мой край А как на родину Мать можно обижаться Здесь живут мои родные Близкие друзья Я ее люблю Больше всего на свете Но понимаешь Но это не обязывает Меня любить политиков Которые довели Эту страну до ручки До того Что ты Люди когда выезжают За рубеж Они стесняются сказать Что ты из Молдавии Понимаешь Я видел это Да вот мы из Молдавии А вот смотри Ты правильно сказал Вот я по своим поездкам Я говорю Там Тебе Рим И Москва И все По этим научным конференциях И в Китае И все такое На что я обратил внимание Наши русские люди Я имею ввиду Именно русских этнических Наши русские люди Когда попадают в Москву А наши тут начудят Им начинают колоть глаза Русским Этническим Из Молдовы А что это вы понимаете Там это у себя в Молдове позволяете Журналистов высылаете Людей искусства, культуры высылаете Да вы такие И вот эти наши Этнические русские Они чувствуют Я со многими говорил Я например Наполовину русский Наполовину молдаван И поэтому я общаюсь хорошо Даже Моя родня российская Как и подавляющее большинство Моя российская По маминой линии Русские родня Они говорят Вот так иногда Звонишь Как у вас Че Или там Сестра двоюродная Чувствуется Что вот Где-то Вот я И там Вот я имею ввиду Я же воспринимаюсь Русской Роднёй Как молдаванин А не как русский Это интересно Хотя не знаю И они говорят А что ж Витенька Вы все-таки Вот Как-то вот так С нами Нехорошо Себя И я начинаю Все это объяснять Отскакивает Отскакивает Как орех Да Не Но они не обязаны Это убивать Я их понимаю Да И они не обязаны Да Это тоже Как меня допустим Очень многие люди В России Которые читают Мои материалы Мы тебя не можем понять А что ты Вы не хотите уже Строить независимую Молдову Я говорю Ну а почему я Валера Стоп У них есть железный аргумент А как вы это допустили Вот Не Ну они правы Да Это допустили мы Если над тобой смеются Самый лучший способ Если над тобой смеются Самый лучший способ Посмотреть внутрь И посмотреть А что ты делаешь не так Правда Конечно Зеркало Да Глянь на себя То есть Да Все начинается с себя Да Вот Поэтому да Ты абсолютно прав Понимаешь К нам относятся так Как мы себе позволяем С нами себя ведут так Как мы позволяем И власти И зарубежные партнеры И так далее И всякие учителя И смотрящие Да да Если зарубежные партнеры Извини меня Захотят здесь Разыграть какой-то Геополитический сценарий И не важно Кто будет зачинщиком Не важно Кто начнет Кто ответит А это ясно Что Извини Если будет какая-нибудь Вещь С Приднестровьем И в бойню превратиться Там 300 тысяч Русских Как на востоке Украины Это тоже Вот восток Украины Кто мог подумать До Майдана Что когда-то из пушек Будут стрелять По Донецку И так далее Кому такое Могло прийти в голову Виктор Я наблюдал Начало Украинского кризиса Когда еще Ситуация была В Крыму Крым только Бушевал Туда приехали Эти ребята Которых побили В Киеве ОМОНовцы И рассказывали Как гибели в Киеве Когда в Донецке Бушевал Они собрали собрание Какой-то съезд И так далее Что делали власти В Киеве Вот новая Новая власть Вместо того Чтобы всех успокоить Сказать Ребята Успокойтесь Мы сняли Коррупционера Януковича Мы хотим покончить То что 100% население Украины поддерживает Мы хотим покончить С коррупцией Мы хотим покончить С воровством Мы хотим строить И точка И точка А все остальное Русские наши друзья Европейцы наши друзья А тут началось Бандеровщина С языком Подожди С черти чем На второй же день Отменили решение По языку Кто жег Кто просил Кто просил На второй же день Порошенко Приехал спасать Свои Он еще не был президентом Приехал спасать В Крым Свои предприятия Которые работали Которые обслуживали Кстати Российский Черноморский флот Ремонтный И так далее Он приехал Спасать их Потому что Он понимал Что там Затевается что-то Горит И он говорит Встретился Это мне рассказывали Ребята из Крыма Он встретился С руководством Крыма И говорит Все успокойтесь Нормально все будет Что вы переживаете А чем Он говорит Ты посмотри Ты вот здесь А что они там Принимают в Раде И показывают У него глаза на лоб Полези Как Что Вот так Кто это делал Зачем это надо было Разживать Украину Зачем надо сегодня Разъезжать по Львову Ответ очень простой Кто с печеньками Бегал по Майдану Да Что имеем по имени Заканчиваем передачу Два слова Или три Или сколько захочешь Под конец Нашим дорогим телезрителям Из отечественников Ну что У нас Мы опять Дорогие Тесоотечественники В избирательной кампании Говорят что Кампания по выборам Мэров У нас В двух крупнейших городах Это некий Праймерис Осенней Избирательной кампании В парламент Которые говорят Будут решать Опять будут судьбоносными Сколько я уже видел Судьбоносных Судьбоносных выборов И кончалось И кончалось плохо Но Тем не менее Тем не менее Это не спасает нас От Ответственности Ответственности за то Чтобы Думать Прежде чем голосовать На этой замечательной Фразе Ответственность За то Чтобы думать Благодарим Тебя Валерий За участие В нашей программе Как всегда Интересно И я Обращаюсь Как всегда В конце передачи К моим Дорогим Соотечественникам Дорогие Соотечественники Наша программа Оппозиция Это не то место Где полоскаются Какие-то текущие Новости Кто у кого Там дубинку Украл И так далее Это все И без нас Есть кому Наша задача Понять Почему в мире Происходит То что происходит Понять Какова здесь Ответственность Простого человека И понять Что мы живем В большом мире Если что-то Случается В этом огромном Большом мире Оно тут же Бумерангом Бьет нам По головам Поэтому Можно сказать Только одно Вот то что говорил Франциско Гоя В его знаменитых Капричиос Сон Разума Рождает Чудовищ Поэтому Разум Никогда не должен Спать Всегда надо Думать Своей головой Не слушать Всякие Фейки Шмейки Всю эту Глупость И дребедень Которую мы Все время То телевизор То интернет Приучайтесь Думать Логично Приучайтесь Думать Своими Собственными Головами Потому что Только от наших голов Только от нашего Понимания Смысла жизни Зависит Наше будущее И будущее Наших детей Будущее Наших стран И будущее Всего мира Благодарю За внимание Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok